В Махачкале 13.45 в студии Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шерипат Шульгина. Доброго дня! Новости Дагестан направил очередную партию гуманитарной помощи жителям сектора ГАЗа. Сегодня около 6 утра самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы. На борту более 27 тонн самого необходимого пострадавшим, в том числе продукты питания, одежда, перевязочные материалы. Напомним, вчера в Египет для дальнейшей передачи жителям ГАЗа уже была доставлена первая партия, около 30 тонн. Доставка помощи, собранная дагестанцами, стала возможной благодаря обращению Сергея Меликова к руководству министерства и поддержке федеральным ведомством инициативы республики. Глава Дагестана провёл традиционное по понедельникам заседание Оперативного штаба республики. Главными темами были строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник и ФАПов, а также капитальный ремонт социальных объектов. Под особым контролем – развитие предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Обо всём подробнее Наталья Алипулатова. И снова на повестке заседания Оперативного штаба вопрос первостепенной важности, требующий постоянного контроля, ход строительства и ввод в эксплуатацию быстровозмодимых ФАПов в рамках региональной госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». 30 таких объектов было запланировано возвести в текущем году. В том числе 21 фельдшерский пункт, 5 амбулаторий, 2 поликлиники и 1 участковая больница. Модернизация коснулась Махачкалы, Буйнакска, Кизелюрта, а также всех муниципалитетов республики. В целях приобретения и монтажа объектов из БНК в 2023 году предусмотрено финансирование в объёме 574,6 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета 561,7 миллиона рублей. Из республиканского бюджета 12,9 миллиона рублей. Здесь мы строим поликлинику, значит под эту поликлинику мы должны предусматривать всё и оборудование, и функционал её работы, и подготовку кадров в этой поликлинике. И так, чтобы туда человек пришёл, ведь ему приятно бы, он от одного вида этой поликлиники уже должен получить желание вылечиться, выздороветь. Говорили на заседании Оперштаба и об оказании шефской помощи Михайловскому району Запорожской области. Сейчас в новом субъекте России полным ходом идут планово-восстановительные работы, возрождается инфраструктура и возводятся жилые помещения. Всё благодаря строительным бригадам из Дагестана. Динамика по объектам у нас ведётся еженедельно в систему мониторинга. Мы вносим отчёты из 27 объектов на сегодняшний день на 7 полностью завершены работы, на 6 объектов у нас высокой цепени готовности. Дагестан может принять беженцев из Палестины. Первый борт с гуманитарной помощью, собранный жителями республики, отправился в Египет с последующей доставкой в сектор газа. И уже сегодня в Махачкалу прибудет очередной спецборт МЧС России для отправки следующей партии. Сергей Меликов отметил, что помощь палестинскому народу Дагестана не должна ограничиться только доставкой гуманитарного груза. Больше месяца боевые действия ведутся на территории сектора газа. Вы видите, насколько они кровопролитны. И в большей степени, конечно, страдает мирным. Сегодня уже 5 бортов с нашими согражданами, гражданами Российской Федерации, доставлено в Российскую Федерацию. То есть, где-то с возможностью осуществления вывоза через контрольно-пропускные пункты между сектором газа и Египетской республикой. Регулярно России направляют туда самолеты с гуманитарной помощью и в обратном направлении доставляет наших соотечественников. На контроле у правительства республики остается также и вопрос с реализацией программы по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. А также капитальный ремонт объектов ЖКХ, особенно в осенне-зимний период. Продолжается прием вопросов на прямую линию главы Дагестана Сергея Меликова, которая пройдет 29 ноября. Внимание! 29 ноября состоится прямая линия с главой республики Дагестан. Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы жителей республики. Уже сегодня можно задать вопрос на портале вопросмеликову.ру, телеграм-боте «Вопрос Меликову» на странице Сергея Меликов ВКонтакте, а также по телефону горячей линии 88722 98 90 81 с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. Сегодня Всемирный день телевидения. История дагестанского телевещания насчитывает уже более 60 лет, 20 из которых ежедневно в эфир выходит информационная программа «Вести Дагестан». И нам есть, что вспомнить и чем гордиться. О том, что по ту сторону экрана, расскажет один из опытнейших корреспондентов Патюма Сулейманова. Аппаратной информационной редакции именно здесь, в прямом эфире, вершится таинство телевизионных новостей. Русик, наезжаем. Возьми немножко крупнее. Пять минут до начала выпуска программы «Вести Дагестан». Ведущие, операторы, выпускающие редактор, режиссер и звукорежиссер работают как единый механизм. Ошибок быть не может. Время выверено. До секунд. Добрый день. В прямом эфире программа «Вести Дагестан» в студии «Ярш» от Кайтуева. И вот о чем мы расскажем. Во время эфира, а я напомню, он у нас прямой, может возникнуть любая внештатная ситуация. Это и назойливая муха, и смена текстов, и внезапно возникшее желание чихнуть. И такое бывает. Самое главное – самообладание. За их плечами уже столько выхода в прямой эфир, что и не счесть, поднимая друг друга с полувзгляда. Мы хотим, чтобы, мы по крайней мере стараемся, чтобы зритель получил хорошую картинку, чтобы зритель получил достоверную информацию. Мы все делаем для этого. ГТРК Дагестана здесь связано. Мои молодые годы здесь прошли. С 90-х я как после института, считай, сразу же пришел сюда, устроился. И отец у меня, и мать у меня здесь работали. Но не здесь, а на радио. Так что и с детства я здесь, для меня это все близко, родное. Политика, общественная жизнь, проблемы ЖКХ и экологии, культура и спорт – вот уже без малого 20 лет главные новости республики. В эфире «Вести Дагестан». Здесь режим такой очень, ну как на вулкане мы говорим, да, у нас с утра идет очень такая плотная повестка, тем более, ну, тем более Дагестан, да, здесь событий всегда очень много. И мы выходим там с периодичностью несколько часов, сюда требуется обновление. Держит работа в тонусе, конечно, все эти годы. История дагестанского телевидения началась с 1 октября 1960 года, когда в прямой эфир вышла первая передача. В летописи ГТРК «Дагестан» десятки тысяч репортажей, интервью, аналитики, публицистики, познавательных программ идут годы. Но неизменным остается одно – кредо многонационального коллектива ГТРК «Дагестан» – работать с людьми и для людей. У нашей компании замечательная история, понимаете? Эта история связана с историей нашей республики. Эта история связана, знаете, даже вот с культурой, нашей культурой, потому что основа той культуры, которая есть, она закладывалась, настоящей такой дагестанской культурой, да, закладывалась на нашем дагестанском радио. И это все потом продолжалось на нашем дагестанском телевидении. Что настоящее? Настоящее – это, значит, творить каждый день. Это, значит, самая объективная и самая оперативная информация. Это, значит, интересный тематический блок. Это, значит, что бренд нашей компании – это вещание на 14 языках народов Дагестана. Более 60-летий ГТРК «Дагестан» вместе со своими зрителями. Нам есть, что вспомнить и есть, чем гордиться. Но все основное еще впереди, уверены телевизионщики. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сагид Пашаумаханов организовал сюрприз для детей Республиканского реабилитационного центра для несовершеннолетних в Махачкале. Накануне, в Международный день ребенка, детей ждали горы подарков и шоу-фокусов с аниматорами. В селе Кубачи на базе местной школы по поручению главы республики создали новый учебно-производственный ювелирный класс. Он оборудован специальными инструментами, позволяющими детям развивать творческие навыки в создании неповторимых изделий. Из Дахадайского района Даниэл Исаев. Кубачинское культурное наследие – одно из самых самобытных в Дагестане. Но, несмотря на свое величие, и оно нуждается в плотной опеке и кропотливой работе по сохранению преемственности в поколениях. Отныне это будет возможно делать более эффективнее. Сейчас открываем этот, возрождаем, скажем так, в школе уроки промысла Кубачинского. Потому что, вы знаете, наверное, самое большое сосредоточие, ну 60% всех центров художественного промысла в Дагестане, они сосредоточены в Дахадайском районе. И, наверное, скорее всего, получится в производственных мощностях этого комбината здесь и возродятся. Мы попробуем возродить еще, Яхай Гамеевич, с вашей помощью, наверное, как уже говорили, это все вот эти ремесла, которые у нас есть в Дахадайском районе. Школьники показали свои работы. А для гостей провели мастер-классы по различным направлениям, как вышивка, резьба по дереву и металлу. В Кубачах в школе с 60-х годов педагоги провели огромную работу, титаническую работу по сохранению и обучению детей, обучающихся в школе, основам кубачинского искусства. Благодаря этому мы видим до сих пор не упадок, а расцвет этого вида творчества, которое является даже, наверное, визитной карточкой Республики Дагестан, искусство, которое известно во всем мире. Возобновление обучения молодежи стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства образования и местных властей. По итогу создания комплекса у села и всей округи появится возможность для реализации детского творческого потенциала. История, которая передается из поколения в поколение, которую мы можем передать своим детям, мы сами, получается, вышиваем, носим и передаем своим детям. Подобные классы народного творчества – один из самых действенных способов передачи и продолжения народных ремесел, в особенности для села Кубачи. Открытие производственного учебного комплекса, конечно, бесценно. Это развитие, точнее даже сохранение и развитие нашего ремесла. Испокон веков наши отцы, деды, прадеды занимались этим ремеслом. И, конечно, мы очень рады, что Сергей Алимович поддержал нас, понял нас и дал шанс еще раз возобновить наше ремесло. И, конечно, мы не подведем. Более 4 тысячи человек приняли участие в географическом диктанте в Дагестане. Он проходил на 70 площадках, центральной среди которых стал исторический парк «Россия. Моя история» в Махачкале. Сегодня в Кумыкском театре 8-й республиканский фестиваль русской народной и дагестанской сказки. Организатор – Республиканский центр русского языка и культуры «Пременнация региона». А в Национальной библиотеке сегодня открытие выставки «Горизонты творчества» самодеятельных художниц Джанеты Эльдархановой и Шахризат Алиевой. Мастера кисти показывают свою творческую смелость, часто прибегая в своих картинах к абстракции, а порой и к сюрреализму. Посетители увидят не просто картины, реализованные идеи и творческий потенциал их авторов, а полноценное отображение их внутреннего мира, эстетического восприятия окружения. По сообщению Дагестанского гидромедцентра сегодня о правильном республике. Местами небольшой и умеренной дождь, в горных районах местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. В горных районах с западной и северо-западной 7-12 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 8-13 тепла, по горным районам 1-6, местами до плюс 11. В Махачкале дождь, ветер северо-западный 15-17 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха 9-11 тепла, вода в море 14 градусов. В редакцию вещания на нагайском языке ГТРК Дагестан срочно требуется Редактор Корреспондент. Телефон для справки 68-2501 и 68-24-78. В редакцию вещания на комыкском языке ГТРК Дагестан срочно требуется Редактор Корреспондент. Телефон для справки 68-2501 и 68-24-78. В редакцию вещания на татском языке ГТРК Дагестан срочно требуется Редактор Корреспондент. Телефон для справки 68-2501 и 68-24-78.